Об итогах развития системы образования Ленинского района за последние пять лет сегодня шла речь в Гродно. Перед тем, как пройти в зал заседаний, участники совещания во главе с заместителем председателя Гродненского облсполкома Виктором Лесковичем ознакомились с экспонатами выставки. Здесь были представлены лучшие достижения в системе образования района за последние пять лет. Экопроект «Дом для жизни», социальная программа «Мода и здоровье», бизнес-план по изготовлению контейнеров для раздельного мусора и многое другое. Как было отмечено на заседании, в целом система образования Ленинского района работает стабильно. Достигнут положительный результат в дошкольном образовании, на сохват воспитанников дошкольного образования выше областного. Достигнуто снижение заболеваемости воспитанников, также показатели ниже областного. Функционеры гувернерские услуги стали востребованы в районе сегодня. На сегодняшний период это пять гувернерских услуг. И мы предполагаем дальше развивать платные образовательные услуги по запросам родителей. За пять лет в учреждениях образования района существенно улучшилась материально-техническая база. Для обеспечения безопасного пребывания обучающихся в 27 школах и гимназиях установлено 135 камер и 19 тревожных кнопок. Активно развивается сеть профильного обучения. На хорошем уровне организована работа репетиторских центров и платных образовательных услуг по подготовке к централизованному тестированию. Вместе с тем, к некоторым руководителям учреждений образования Ленинского района, у руководства города и области есть вопросы. Есть определенные вопросы к отдельным учреждениям. И я думаю, что сегодня на исполкоме мы заслушаем отчеты руководителей по ряду позиций в части комплектования школы, стимулирования условий труда педагогических работников, показательность выступления на различных уровнях Олимпиад. Но, в общем-то, это предмет сегодняшнего обсуждения.